Привет и приветствую в наш второй семестр, в наш 2-м mois de français. И мы будем начинать нашу первую лестницу. Привет и добро пожаловать в наш второй семестр, ну это, конечно, громко сказано, скорее месяц изучения французского, уровень, на котором мы должны продвинуться от совсем нулевого до такого неплохого, уверенного А1 с переходом на А2. Итак, мы в этом месяце с вами посмотрим прежде всего всю фонетику до конца, а это носовые звуки и межгумные звуки. Также выучим новое время, будущее, и будем брать уже намного более сложные и живые тексты. Поэтому будет очень много новой лексики, которую нужно не забывать отрабатывать. Я вам сейчас очень советую для лексики использовать мое такое любимое упражнение, это сидеть и просто прописывать слова. Сложно, нудно, но эффективно, потому что всякие карточки и словарики, это все, ну, по крайней мере, на меня не действует. А вот когда сидишь и прописи делаешь, наверное, самое хорошее. Поэтому bon courage, как говорят французы, да, успехов и удачи в новом месяце. Ну, поехали! Итак, начнем мы с вами с носовых звуков. Носовых звуков в французском языке 4. И этот урок у нас полностью посвящен именно носовым звукам. Ну, конечно, мы до грамматики тоже набежим. Итак, носовых звуков 4. И чтобы их правильно понимать, нужно четко знать, от каких гласных эти носовые звуки образованы. Например, от гласного О, глубокого О, помните, как О с крышечкой, как слово метро, да, например, в конце слова. Вот от этого О образуется звук У. Ни в коем случае никакой там М, Н, Н, ничего не произносится в конце. Просто У. От, например, глубокого А будет образовываться О. От Э, помните, закрытый Э, у вас будет А. И от звука Э у вас будет еще один звук А. На самом деле звуки, последние вот эти два, звук А и звук А, практически одно и то же. Во многих регионах Франции они сливаются. И на самом деле сейчас многие, даже французские преподатели, говорят, что всего есть три носовых звука. Ум, Ом, А. Ну, мы с вами рассмотрим все-таки, так, вкратце, четыре, ну, скажем, три с половиной. Вот, потому что в некоторых регионах различия все-таки слышно. Итак, начнем мы вообще, что такое носовой звук, и посмотрим его на примере самого простого. Самый простой у нас звук У. Берем буквку нашу У. И вот как только вы видите, вот такое вот сочетание. Ну, как, например, вы, наверное, знаете марку Дюпун. Как только вы видите сочетание О, Н, О, Н, которое стоит перед какой-то согласной. Либо вообще перед, без всего. Ну, вот, например, французское слово имя, да, или фамилия, это у нас ЛЮ, НО. Даже банальное ваше НЕТ, да, которое НО, оно тоже НО. То есть перед, эээ, пардон, после М или после Т должна стоять либо согласная, либо ничего. А вот если будет стоять гласная, ну, например, МОНОПОЛЬ, если будет стоять гласная, то носового звука не будет. То есть носовой звук появляется только в сочетании О, М, О, Н, если идет потом согласная, либо ничего. Если гласная, никакого носа не будет. Сюда же относится еще и слово, например, ну, слово ПЕРСЕРНО. Слово ПЕРСЕРНО. Никакого носа тоже нет, потому что 2Н, это все равно, что если бы она была одна. То есть это значит, что после нее идет все-таки гласная, никакого носового звука нет. Вот и все. То есть носовой звук образуется тогда, когда вы видите сочетание О, М, О, Н, после которого не идет гласная. Давайте сразу их почитаем. Там, где у вас строчки Обратите внимание, что у вас ни в коем случае не произносится Н или ЭЛ. Их нету. Они должны уйти в нос. Это вот проблема, на самом деле, многих русскоязычных студентов, то, что произносится это М или Н. Нет, вот прямо ни в коем-ни в коем случае ставьте себе за очень такое жесткое правило. Вот и все, что касается звука У. Он не очень-то сложный. Следующий звук. Тоже довольно-таки простой звук от А. От глубокого такого А. И даст ли нам его сочетание АН, АН? ЭЭН. Давайте я эту гудлиню здесь подчерчу. ЭЭН, либо ЭЭМ. Ну вот, например, слово ENSEMBLE. Или FRANCE. Видите? Оно уже не FRANCE, оно именно FRANCE. Но этот FRANCE очень глубокий. Этот FRANCE, он очень близок О. Но все-таки не О. О, оно еще глубже, у вас прям рот закрыт практически, да, когда вы говорите там У. А этот ОН, он глубоко, он вот там внутри, но все-таки от А. И давайте сразу прочтем слова. Как вы видите, образование такое же, то есть ЭЭН там или АН. Какая гласная, неважная. Главное, что вы видите букву ЭН. Перед ней какую-то гласную, может быть О, может быть А, может быть, все что угодно. И потом опять-таки идет СОГЛАСНОЯ. Видите? И давайте сразу потренируемся. Клиент, ЭМПИР, ТРОНТ, ФРАНСЕЙ, ДОНТЕЛЬ, ДИАМОН, АРЖЕН, ТОН, ДЕВАН, АССОМБЛЕ, БАНК, ЭВИОН, ЭНСЕМБЛ, ГАЛОН, ГОЭЛОН, ЛАВАНД, ГАН, ЛАВАНД, 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 Следующий звук, Следующий носовой звук, Я собак чешу на заднем плане, Она любит прийти во время записи моих уроков. Следующий носовой звук, который, Я всегда, честно говоря, думаю, как мне его правильно объяснить, СЛИВАЕТ ли его со вторым, Или не сливает, Но все-таки объясню вам так, как нужно. Так, как действительно считается правильно, По правилам классического французского. Так, следующий носовой звук, Это звук, который произошел от Э. Помните, от Э в слове ЛЁД, да, Это ваше было, Сочетание УЮ были всякие, да, У вас помните эту букву, этот звук, да? Значит, от этого Э, Вы открываете рот, И говорите такое, А, Ну, можно сказать, что там как бы звучит А, Но такое очень А, как это, утиное. Вот такое вот А, Дает нам сочетание Ю, Н, Ю, М, И день недели, например, понедельник, ЛА, ДИ, ЛА, ДИ, Такая получается уточка такая, А, Некоторые лингвисты объясняют ее через букву Ю, Через звук Ю, но как Ю сказать нос лично, Я не могу, не знаю. Вот мне проще от Э, Такое между Э и А, да, Получается такое вот А. И давайте сразу прочтем мне эти слова. Парфум, Комин, Бран, Ам, Л, 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 Ди, О, К, Три, Б, О, О, Д, Ф, О, 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 Что здесь важно? В отличие от Ом и Ум, этот звук рождается не сзади, а как бы в вашем рту, то есть не в горле, а он с передним звуком, поэтому он такой вот А. И наконец последний, последний звук, звук, который, в котором у вас будет вот такое сочетание, ну как например, какое-нибудь слово Марка, там, там, сочетание ИМ, либо ИН, как в слове Тамбр. Сюда же еще мы напишем со звездочкой, вот такое вот, как в слове Хорошо, Я. Почему со звездочкой? Помните, что ЭН это вообще-то О, но ИЭН это Я. Чтобы сказать этот звук, нужно улыбнуться, и приоткрыть рот, как делает опять-таки моя собака. Такое получается А, А, на улыбке, видите? Тогда вот если улыбнуться на нем, то все точно не получается. Давайте сразу прочтем. Историен, Эпингль, Синк, Дофин, Принц, Инси, Мэн, Кинз, Дистангей, Индис, Интакт, Резин, Синсталей, Интерей, Дедан, Гэн, Анодин, Инпакт, Кузин, Тран, Баксин. Вот и получилось у вас четыре носовых звука. Ум от О, Ан от А, Ин от Э, И Ин от И. Вот эти два принято все-таки объединять. И принято говорить, что вот это все, если спросить французу, как читается вот этот и вот этот, он вам издаст одинаковый звук А. Он скажет, что такое А. Что-то между. Самое главное, что если вот эти два глубокие, вот эти два последние, они в передней части рта. И у вас открытый рот и чаще всего на улыбке. И у вас есть слова для тренировки. Я прочту первый столбик. Англ, Англ. Видите, как от одной буквы меняется смысл слова. Ну а дальше уже вы сами. Старайтесь носовыми звуками слышать их разницу. Если вы четко понимаете, от какого гласного происходит тот или иной носовой звук, то все точно будет хорошо. И после такого сложного вступления с носовыми звуками, мы сегодня говорим с вами про местоимение А. Местоимение У. Вы мне скажете, зачем нам еще одно местоимение? Только что же было уже вроде. Я, ты, он, она, зачем нам еще одно? В русском языке вы часто говорите такие фразы по типу Говорят, в Париже идет снег. Или здесь нельзя разговаривать громко. Или детей надо рожать до 30. Какие-то такие фразы, которые все говорят, как говорит моя мама, сразу кто говорит. Вот когда вы используете такие общепринятые фразы, когда непонятно, кто это говорит, зачем, кому это нужно, то вы используете как раз местоимение У. Местоимение У. А имеет ту же форму, что И и Эль. Ну, то есть, например, Он dit, он fait, он parle. И так далее. То есть, после него глагол стоит в форме третьего лица единственного числа. И у вас здесь есть несколько примеров по типу, да, говорят, ваш сын работает в школе. Он dit, que votre fils travaille à l'école. Он ne fume pas ici. Тут ne courit. On peut acheter ce livre dans ce magasin. Вот вам много примеров использования этого У. Для безличных фраз. Но в настоящее время У все больше и больше заменяет местемение Мы. Вместо того, чтобы сказать, давай поужинаем. Вместо того, чтобы сказать, там, нельзя, например, Nous allons au restaurant ce soir. Да, мы пойдем сегодня в ресторан. Француз скажет, on va ce soir au restaurant. Вместо nous allons скажет, on va. В чем, почему такое происходит? Ну, потому что короче, быстрее. Nous allons и on va как-то попроще. Это прокатывает для разговорной речи. Действительно, в разговорной речи очень часто on заменяет nous. Вы можете говорить и так, и так. Ваше nous не будет смотреться каким-то устаревшим или странным, но вы, если слышите и слушаете французов, если у вас есть возможность общаться с носителями, то вы это nous слышите, там, в три раза чаще, чем nous. На письме мы так писать не можем. На письме все-таки, если это nous, так это nous. Вот, ну, я не говорю сейчас про смс, когда я говорю про официальные письма. Если, когда эти экзамены вам придется сдавать на французском языке, то, например, D'Elf-Lan, а вот D'Elf, который на c1, там достаточно требовательное место nous, вы написать не можете. Но в разговоре вы его услышите. Поэтому это самое, наверное, часто распространенное использование. On va au cinéma ce soir, on va lire ce livre, мы будем читать эту книжку. Qu'est-ce qu'on va faire demain, что мы будем делать завтра? Вот, постоянно этот ум. В принципе, ум может любой места имени изменить. Ну, даже если по-русски вы говорите, у вас, например, маленький ребенок нашкодил, и вы говорите, ой, какие мы сегодня непослушные. Вы же тоже по-русски говорите «мы». Тоже вы используете другое местоимение, чтобы обратиться на «ты» к ребенку. Вот в таком случае мы тоже можем использовать французском «ум». Ну, это уже скорее речи такая, это скорее просто речи, да, и довольно редкое использование. А так, конечно, «ум» идет больше либо для безличных фраз, либо вместо «мы». И у вас здесь есть фразный перевод, как раз не потренироваться. Ну, и, наконец, мы добрались с вами до текста. Я читаю с вами текст. У нас ближайшие два урока, на этой неделе будем говорить про Париж. Вот, я небольшой фанат города, но я считаю, что, конечно, нельзя изучить французский, не зная каких-то основных, самых простых вещей про Париж. Я думаю, что вы все бывали в этом городе, все его, ну, кто любит, кто нет, это уже такой момент, но знать какие-то основные моменты про него нужно. А если знать их на французском и сказать про это, так это еще лучше. Итак, поехали посмотрим на наш текст. Вот такой немножко туристический текст Упрощенный википедии Но этот текст вам нужно будет пересказать Подробный пересказ это значит почти наизусть Ну в вашем случае почти наизусть На более высоких уровнях пересказ это все-таки уже не наизусть Но пока, да, чтобы использовать, заучивать лекцию А тут она, в принципе, неплохая и важная Она может быть кроме слова «холм» Хотя, никогда не знаю, где пригодится слово «холм» Все остальное нужно знать Итак, что здесь хочется мне быстренько сказать про вокебелях Слово «и», наречие «и» Такое короткое в одну букву Ставится всегда перед глаголом У вас есть фраза «эль и травае» Да, в самом начале Этот «и» ставится всегда перед глаголом Например, я здесь Или я туда иду То есть этот «и» ставится всегда перед глаголом Так, ну если у него есть улица И у него есть маленькая улочка Здесь достаточно легко Ну, они могут герти Хорошо, ракунты Это уже нормально Глагол «сютруве» Он возвратный Мы не брали еще возвратный Мы с ними чуть-чуть уже столкнулись в прошлом месяце Подробно мы будем изучать в следующем месяце Но пока вот обращайте на них внимание В общем-то, это то же самое, что в русском У нас есть «находить» и «находиться» Вот, то же самое Так, затем, что здесь еще? «Трук у нее» «Кейн» «Виня» Ну и в принципе Да, ничего такого интересного Больше здесь нет Ну, слово «правый», «левый», «дрото» и «бошь» У вас есть упражнение, где нужно ответить на вопросы «Репон даю кистию» И перевод Самое главное Я обязательно жду вашего пересказа Поверьте, когда вы записываете аудио в WhatsApp И слышно читаете вы или нет Поэтому постарайтесь выучить этот текст Это вам очень-очень пригодится Особенно для работы со следующим текстом Который будет у вас в четверг Самое главное Тренируйте фонетику Этот текст отчитывайте прямо по многу раз перед зеркалом Чтобы понять четко, когда какой звук Там много носовых Вот, так что будьте внимательны Бон куража и а бьянту